О том, насколько стабилен и успешен Союз Белоруссии и России, самопровозглашенный повторяет довольно часто, приговаривая, что он привлекателен для соседей настолько, что скоро к нему одна за другой начнут присоединяться и остальные страны. Правда, чередей из желающих, в отличие от того же Евросоюза, пока не видно. Единственный за последний год страной, да и то непризнанный, которая заявила о желании присоединиться к Союзу, стала Абхазия. Но кто еще может стать потенциальным участником реинкарнации Советского Союза? Поэтому углублять будут, но это углубление, скорее, помимо воли того же самого Лукашенко. Если обратили внимание, то буквально вчера он в очередной раз заговорил о конструкции Всебелорусского народного собрания. Это, в общем-то, одна из тех моделей его медленного, скажем так, транзита власти, которая рисовалась не в Беларуси, а именно в Кремле. То есть достаточно долгое время этот проект лежал под сукном. Опять буквально вчера на совещании, посвященном политическим партиям, возник этот конструкт. То есть, в общем-то, мы видим не интеграцию такую добровольную, а фактически уже сняты какие-то там последние маски, что ли, когда речь идет об интерпорации, о медленном, но верном поглощении экономики Беларуси, поскольку она под санкционным давлением и, в общем-то, в результате той политики экономической, которая проводилась до этого, она попала в тотальную зависимость от экономики российской. Ей постоянно нужны деньги. Опять мы слышали про 7 миллиардов, которые якобы запросили на поддержку в этом году абсолютно стабильной экономики, которая демонстрирует чудеса стойкости в непростой санкционной длине времени. В общем-то, речь идет именно не о интеграционных процессах, а именно корпорационных. Я когда-то писал статью про суверенитет и пытался проанализировать определенные показатели, что ли, на зависимости Беларуси. Так вот, уже полтора года назад все было с этим очень-очень грустно, а довершило все именно с вводом российских войск, которые, в общем, на территории Беларуси делают все, что хотят. В документах сейчас можно не видеть ничего. То есть, ну, на мой взгляд, они, в принципе, не имеют значения. В большей степени они нужны для того, чтобы была какая-то бумажка, потому что в Кремле любят жить якобы по законам, на самом деле, по понятию. То есть, на самом деле, фиксация того, что уже произошло, того, что де-факто существует. То есть, подписать там какое-то соглашение, не знаю, о том, что будет создана полноценная база в той же самой Зябровке или не подписать, ситуация в Зябровке не поменяет. Был военный объект, который фактически используется российскими войсками, обслуживается белорусскими, так, в общем-то, он и будет существовать. И много других таких объектов то же самое. Поэтому я бы вот на это бумаготворчество уже большого внимания не обращал, потому что оно явно отстает за той реальностью, которую мы имеем, в которой мы живем. Если раньше все это было, пытались сделать хотя бы как-то наоборот, то есть задолго обсуждались проекты, готовились соглашения, подписывались, и потом начиналось, ну, какое-то быстрое движение, потому что подготовительные процессы, они все равно параллельно идут. То сейчас фактически вот это вот заключение каких-то новых международных договоров, подписания договоренностей, даже фиксация на словах, они просто опаздывают за тем, что происходит на земле. То есть, в общем-то, уже полгода идет война против Украины. Российские военные появились там еще более заранее. Это никому не мешало находиться без каких-либо там бумажек. Зачем они понадобились сейчас? Ну, я говорю, ну, просто потому что в Кремле верят, ну, там, странное какое-то отношение, написанное на бумаге, то есть такая немножко извращенная легалистская логика, то есть предать всему какую-то форму законности. Отсюда, опять-таки, даже если чуть-чуть дальше смотреть, все эти разговоры о референдумах на временно оккупированных территориях, что должно произойти волеизъявление народу, чтобы зафиксировать захват территорий фактически, хотя это не имеет ни малейшего смысла и, на самом деле, скажем так, наверное, приведет только к ухудшению ситуации для той же самой России, как на этих территориях, так и возрастающему санкционному и не только санкционному давлению. Надо понимать, что если мы говорим в каких-то там юридических категориях, да, то само по себе союзное государство – проект недореализован. Там много чего не сделано того, что предусмотрено договором о создании союзного государства, формирование различных структур общих находится в большинстве своем в зачаточном состоянии. Даже, в принципе, как бы те нормы, которые прописаны, те органы, которые созданы, тот же самый высший госсовет, они, ну, живут не по своим регламентам, потому что там тоже предусмотрен принцип ротации. То есть в высшем госсовете, как и в Беларуси, глава бессменна, в общем-то, потому что российским президентам никогда не нужно было толку. Вот. И получается, что заманивать кого-то в недостроенную конструкцию, ну, это такая… нормальные страны на это не поведутся. Более-менее серьезно об этом говорили в середине 90-х, собственно говоря, когда был подписан сам первый документ о союзном строительстве. И тогда рассматривался в качестве такого, скажем, ситуативного члена еще в сербии. Но это было связано именно с тем, что Милошевич пытался таким образом спастись от того, что объективно происходило, то есть развала страны, и избежать ответственности за геноцид различных народов, которые входили в бывшую Югославию. Сейчас говорить о том, что есть какая-то страна, которая готова присоединиться к недостроенному изначально конструкту, можно говорить только о не до конца признанных территориях. И опять, здесь абсолютно непонятная логика, как говорится, что лучше включить их в состав России или союзного государства. В союзном государстве, скажем так, они будут смотреться достаточно смешно, и это можно рассматривать как попытку унизить того же самого Лукашенко, усадив его за один стол, за главами, допустим, Абхазии или ЛНР-ДНР, или что там еще попробуют организовать на отрезанных кусках Украины, хотя с течением времени эти территории временно захвачены, временно оккупированы, сокращаются. Поэтому вот набор, скажем, таких потенциальных участников союзного государства, он смешон и несерьезен. И в этом может быть только один смысл, только унизить Лукашенко, посадив его за стол с политическими, политически несубъектными людьми, фактически как бы клоунами, и тем самым указать ему на его же статус. Чуть-чуть важнее, чем какой-нибудь губернатор российской области. Не более того. Нужен ли вообще какой-то союз Беларуси? Напишите в комментариях. И не забудьте поставить лайк, чтобы поддержать нашу команду.